И хватает, не знаете, антикварную саблю. И сбегает. И бежит. А ну, верни. А я его украла, и теперь он мой. Хочешь вернуть – укради обратно. То есть, там в племени еще и воровской ход налажен, обрати внимание. А бабу пускают. Что это такое? В общем, рыжая бежит, 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 бежит и убегает... В пещеру. В пещеру, да. Кстати, как она умудрилась так похитить антикварную саблю из ножен, я вообще не понимаю, потому что вообще-то это в ножнах должно сидеть плотно. То есть, надо схватить за ножны и за ручку. Причем, опять же, если это имеется в виду хороший развитый полуторный меч, уже прям пик технологии, там это именно он и есть. Там еще манжеточка может быть, которая... То есть, у тебя получается гарда, в нем паз выбран, туда ножны заходят. Вот так, чтобы гарда закрывала, например, от дождя. Вот его просто вот так, вот так, раз, и сбежать нельзя. Почему? Потому что иначе как ты на лошади с ним будешь ездить? Он же у тебя будет прыгать и вылетит. Они сидят там очень плотно. И требуется, в общем, усилия, чтобы его выхватить. Он когда, например, японец, когда у них яйдо происходит, у них же первое движение большим пальцем выщелкнуть кутаны из ножен, чтобы потом можно было сделать... Обратно. Иначе сложно его выдергивать. Можно, конечно, но лучше помочь. Мы помним документальный фильм «Гладиатор», где генерал Максим в лесу, там у кого-то еще и примерзло. Дааа. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Бывает, примерзает. Дааа. Ха-ха-ха.